халу мазафак с др на bitcoin bitcoin профессионал ван дам спасибо большое ван дам за за поздравление спасибо большое спасибо я надеюсь ты там на волнах своей вот этой американской горки как настоящий мастер маневрируешь и у тебя все круто как раз пошел пробивать курс биткоина 36 тысяч да ты мне там намекни когда можно это купить биток то вообще я потому что думаю все он нос и спасибо тебе за вклад спасибо тебе за вклад в будущий bitcoin всегда не ну все равно же ну садрин упал на нас на 50 процентов упал за месяц блин сейчас брать или или надо было вот место то есть короче не я напомню серьезе кстати я у меня очень много инвестировано во все кроме крипты мне хочется крипту то тоже прикупить хоть 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 сколько то чтобы она лежала было бы круто спасибо ван дамыч еще раз тебе ты всегда где-то рядом всегда куда-то пропадаешь появляешься не значит смотришь но симпатия так понимаю остается и это здорово это здорово когда человек на протяжении такого количества времени смотрит и поддерживает это здорово как и все как все ребята которые тоже там данка вместо факер вот они тоже подписываются это это жестко чуваки эра эра прошла мне 4 десяток пошел 4 десяток просто вдумайтесь босс вайпер спасибо за 31 месяц подписки недавно анализы сдал холестерин у меня повышенный ребят раньше слова холестерин только от бабушки слышал так что до жестко время летит просто жесть ли время летит просто жесть сейчас ребят немного в стиме игры посмотрим там пару игр а потом посмотрим то что вышло вчера на и 3 факт я так понял сделку тканем я могу я наверно 12 нам не буду смотреть факт такой я тоже 12 не могу я только ну все тогда стараться встречаемся в россия подрубил ах ты хитрый жук были я сам после нового года продался по 32 35 около половины жестко ну вот ты же пишешь что около 30 хочешь закупиться около 30 хочешь закупиться всегда или чё или я вот тоже типа думаю я помню как настя такая типа когда bitcoin был 16 она говорит давай купим мы пока что тупили там выясняли как это сделать в итоге в итоге биткойн стал 22 на следующий день или 24 митки не все дорого но как всегда и бывает как всегда и бывает если объективно расскажешь и объяснить зачем нужна твоя подписка обязательно подпишусь моя подписка нужно только для одной причины одной мысли чтобы я продолжал стримить потому что в один день когда все люди подумают что типа ну именно моя подписка ничего не решает и у меня не останется подписчиков не ставится ли кто мне поддерживает я наверное подумают что ну наверное не тем занимаюсь по жизни а так это знаешь это как как от голосовать да говорят типа мой голос ничего не порешают ну может быть сейчас да действительно твоя подписка ничего по сути не порешает и будешь просто один из там 500 там 600 людей но целом эти люди мотивируют заниматься и поддерживают от себя круто потому что как бы тебе не нравилось точным ты занимаешься заниматься это в глухой какой-то тишине без поддержки всегда тяжеловато поэтому парит спасибо за 31 подписки и джорджу стиви спасибо за спасибо большое спасибо большое за все за поздравление тоже я особо не афиширую чуваки такую темку но там а вот еще настроил я в день рождения ни разу не стримил за 8 лет по моему но сегодня во первых у нас и а по-моему я и 3 тоже подрубал сегодня у нас просто еще и 3 у меня воскресенье самый рабочий день так сказать плюс ноутбук показать вам надо короче рабочий день рабочий день так скажу вот паси большое спасибо зигул фраг спасибо зигул фраг за четвертый месяц подписки не он по 17 спасибо что фаворит 31 спасибо ребят цвета фильтр вебки туда-сюда а это наверное блин я что я недавно интервью одному каналу давал который мне нравится он небольшой но там у нас скоро выложит я там ветку таскал свою к насте чтобы мы с челом по зуму разговаривали а он записывал явно на стену камеру на хорошую да и видимо настройки сбились во-первых автофокус защита вапик спасибо большое за подписку хороших новостей у меня походу не под агро ортопедические кит проблемы жестким но это лучше вроде как так баланс белого до боли с цветами у меня плохо я надеюсь я нормально как настрою вот так нормас что-то не больше стримы делать если стримы с собой будут заниматься больше спасибо спасибо буду заниматься здоровьем собой я найду чем заняться пока мне нравится игры играть поэтому блин смайлика вчера я просто орал чуваки вообще то вчерашний стрим пропустил блин турнирует всегда круто турнир от всегда action кто пропустил вчерашний стримы просто хочу сейчас мотнуть на тот момент мега угарные сериал ган спасибо спасибо тебе за подписочки за биться и тогда спасибо большое найди кексов тимина вот это еще так себе но вот дальше вот это вот это вот просто это все шик пипели какие-то разваливают он чего чуть засматривать я все орал к из это супер угарные блин в колде посмотри как будет как а че с лицом где у меня лицо найс игра блингста а этот смысл я басался типа блин я даже не понял но вот это вообще топовые пасты и вот этого да вот это но найди кексов тебе не на в парк не тяжело играть или попсела но в 16 но вот в 16 я зашел показал блин настег не расстроилась не по итогу нормально все нормально ну конечно обидно в нули ну проигрывать снова что делать был бы я один я бы нас удовольствием поддался но я говорю уже говорил что мы с ребятами все играем все баллы досчитали да вроде там досчитали у меня 1200 там у куроша 1400 баллов он играл с телом который выбирает кс-гоу видимо потому что просто в остальные игры не играют либо у нее не знаю форме ли у меня там кс-гоу но он просто подарил птс по сути как видите смайл мне не видно better tv ставить или что это фпс братан очень серьезно и в 2021 году не используешь better тиви понял уральский спасибо большое уральский спасибо большое за подписку и так дар мортиус тоже три новых саба спасибо вальс спасибо мортиус спасибо в апик добро пожаловать сегодня супер зачилочный день не будем наверное ни во что играть не в апикс хотя мне кстати в апикс довольно сейчас интересно играть я даже там пару катокс турниров глянул вот где ребята затащили топ-2 вот этот импульс и так далее который в тиме у дрениса вот и ну интересно да пока вот но сегодня играть мы ни во что не будем хотя на неделе надо будет потрениться в колду и в 16 то есть это в сто процентов надо будет в колду надо будет себя замотивировать как-то я не знаю попробую под замотивировать именно затащить и затащить вот когда global не знаю потому что ну блин я надеялся что будет кс-гоу кс-гоу с ребятами пообщались они говорят лучше в 16 сыграть против куража все-таки во первых там карточки очень неприятные типа играть без аэрок во вторых все-таки ну типа full time стример кс-гоу чё смеяться да ну я конечно full time стример варкрафт но я постоянно вот проецирую но если чел вот там кураж бы такой давай варкрафт кекс разваживайте ну блин смешной все-таки надо быть самоуверенным но не настолько хотя все-таки состав насильный но наверно не сыграть но у нас очень сильный состав пока из гол очень плотный очень плотный овощи супер плотный на самом деле и я в кс-гоу проседаю всех дисциплин меньше всего возможно даже то есть в кс-гоу по сравнению с пабгом но это очевидно по сравнению но хотя в 16 я нам надо даже но 16 это тоже не проседаю но папка радуга радуга никто не играет apix колда то есть я именно сильно проседаю по сравнению с тиммейтами а вот в кс-гоу и по сравнению с другими стримерами а в кс-гоу я как бы нормально плотничком я в нем много играл по своей митя и митя и здорово спасибо за 10 подарочных спасибо что у вас там тнт до сегодня это будете новые тиктоки смотреть спасибо митя спасибо за 10 подарочных короче прикинь не ходил с этими с красными пятнами на ногах это мне говорят у тебя подагра может быть явно блин охренел пошел сдал анализы по ходу все-таки что-то это часовую неудобно чего сегодня 30 до 30 прикинь 4 десяток да в итоге решилась карточка минус игрока да там митя странно типа хрен узнал карточка в итоге эта карточка на минус игрока в итоге дает минус игрока формулировку написали непонятно какую то есть я ничего не понял ладно но окей арбузик спасибо за я но смешно что люди это карточку не выбирали то что никто не думал что это именно карточка я пока не бегал да пока вот я сдавал анализы посмотреть чем это спасибо токсик так ребят игру по поттеру на поискать не жду но возможно поиграю в него смотрим смотрим сегодня будем е3 смотреть буквально уже через два с половиной часа поэтому у нас задача то 20 половина часа побалдеть просто посидеть посмотрим что вчера был на и 3 но вчера на и 3 ничего не было поэтому мы возможно ничего сидел ты не будем на ровня как поэрин дорогу даром то таблицу нет еще не сделали с бегом надо делать и 3 нет пак сегодня присоединиться сегодня факт присоединиться сто процентов ну вроде как вроде вроде как сто процент и бисок был вчера но я и как еще раз кто в начале стрима отсутствовал повторюсь как кибер кибер профессионал профессионал и доктор на киберпространство кирилл андреевич забродит предсказывал так и случилось вчера ни хера интересного не было и ожидать чего-то интересного в принципе вчера было те же вот соответственно соответственно аватар я не знаю я уже разговаривали спорили с чатом на эту тему я считаю аватар ну как бы только без хейта чуваки самым переоцененным вообще фильмом в истории потому что ну я лично связываю успех аватара только с тем что лично у меня в городе кругом все шли на аватар потому что это было первое 3d это не супер гениальный фильм это не супер гениальная история ну прикольно но это был такой какой-то просто революционный момент такой но при этом это не гениальный фильм как матрица которая вот сделала революцию и при этом она действительно ну типа жестко вот поэтому чудо аватар ну типа мне кажется все таки это как переоцененная вещь немного я так особо не хайплю фильм нет я не скажу что это плохой фильм еще один но переоцененный это ну типа так посмотреть прикольно там по моему где что там в аватаре я сходил на 3d тоже у нас был в кинотеатре я даже ни хрена не помню там публично он вселялся в этих синих челов и ну такое и длился он еще там сколько он четыре часа один митяй ты чё еще решил добавить спасибо митя спасибо большое но я же уже сказала ну тнт ребят сегодня боль тоже дтнт . сегодня будет мужики ты даже заходить окно его стрима не выходить спасибо большое за 5 тарян митяй что не играем короче с тобой валорант но лишь валорант убрали и смысла играть и валорант мало стало вот в апекс давай вот апельс это понимаю так он просто собрал много по оценкам он не переоценен но я же не один чувствую что в воздухе витает вот это переоцененность какая-то ну короче дать не будем развивать тему в принципе мы я думаю все друг друга поняли устанавливаю сегодня апекс мы на пикс из battle royale самый кайфовый конечно участок на рынке как по мне вот именно battle royale какой-то они по стрелушки бесконечно спасибо тебя еще раз опять подарочный спасибо хук x24 за подписку добро пожал чарга скипа за второй месяц благодарю благодарю но порт найт но есть эти 12-го форт найт да вот для тех кому же четвертый десяток конечно вот мне зашло варзон варзон еще раз это не battle royale двор зоны этот матчик такой больше на бал батлу похоже как колдах варзон это шаг от обычной классической колды к батле это вот для меня это это не ну и на battle royale заметно похоже хотя нам свои прикольные вещи да там постоянно пушки можно подкачивать и так далее вместе на кладбище выбирать да я еще не знаю где в питере может маршалон не горячок краснодар ниш сегодня будем смотреть так давайте открою расписание и так дорогие друзья дорогие друзья как и собственно групп вконтакте заявлено сегодня майки мы их но обязательно будем смотреть майки и беседка то есть я не знаю почему они тут вместе это мы смотрим виси гейминг-шоу как всегда глянем опять челы которые заплатили 1000 долларов за 10 секунд будут выступать почему нет сквара enix world premiere обязательно глянем и одна из самых ожидаемых игр ближайшего года до в январе и за анонс или по-моему до байфу блат естественно хочется глянуть поэтому мы обязательно глянем warner бразерс видимо какие-то фильмы будут может по вселенной бэтмен или чё там короче я не знаю ну как бы весь день в принципе интересно глянуть вчера почему они хотел смотреть ну юбисофт можно было глянуть но девольвер 30 минут кринжа там какого-то было наверняка 5 и ни одной игры гирбокс хер его знает гирбокс вообще то есть ну типа короче день не очень интересный был диволлер максимум чо у них вот рогу и луп или как там за луп как эта игра называлась за луп пробую а луп хера вот за луп хера вот то есть диволлер я не знаю у них есть хорошие проекты да но на выставках они просто ну там типа рок лет но шутка повторяется уже в 4 или третий раз да как-то ну может быть резина поэтому сегодня да сегодня самый лучший день и не только потому что сегодня на пирожки спасибо большое спасибо скушка спасибо большое ребят не сияю да спасибо большое спасибо что блин что нос чешется сейчас секунду это отключил та самая игра по тип рука анта канала в лету я не знаю чуваки что верминта иди pvp мод что вообще с того и три много чего за ночи на пропало верминта иди pvp мод пропал который мы все ждали при этом при этом как бы чё кого где непонятно игры про про хантов 2 было тоже она вроде выходила на вроде так какой-то настолько было что что-то всем похер enter the gungeon devolver не выпуск не не делали они ее выпускали вы не путайте издателя с тем кто делает то есть это немного разные вещи грубо говоря как человек который смотрит фильм на стриме да то есть если какой-то чел смотрит фильм на стриме это не значит что он его снимает понимаете тут привод у де олива в примен то же самое то есть они как издатель у них них несколько другие задачи делают они игры самые разные то есть как издательство но занимается играми там другие люди вот и в целом то есть это за гантом крутая игра да крутая но я бы не сказал что там до широкого спектра людей подойдет она короче сегодня 8 вечера через два часа с половиной примерно будет много интересного я надеюсь я естественно надеюсь на это вот вчера диволе показали мэйш энд ганс это типа е т.г. ну давайте собственно давайте собственно и посмотрим так как мне включить именно девольвер тут мэйш энд ганс так пока это закроем так что интересно очки гляну но толком ничего интересного нет конечно но мелько мелько надо понять как вообще этой штукой пользоваться ему ну и где а wizard with guns для тех кто будет смотреть записи ребята сегодня официально анонсировали точнее на днях официально анонсировали майки что у них будет музыка защищенный dmc а поэтому звука в водах не будет если а в запись выложит у него конечно там мотивации не будет но наверное выложит вот смотри там есть ссылка на донат там можете его поддержать потому что он все это заливает бесконечно и конечно там копейки какие-то сущие иногда зачастую если вы хотите меня просто молча поддержать можете ау даже закинуть как будет то же самое кекс d r ep point собака c подчеркивание а подчеркивание к подчеркивание и в чат не будет звука выше а вот пусечки спасибо за сотку спасибо что через нос сахарочек за сотку спасибо большое спасибо большое глазунов ds чарджер чарго скипа за подписку спасибо ребят по итогу убийство показала кучу саных dlc и корявые анимации фарчеры 6 а девольвер несколько хороших индий ну там надеюсь будет действительно хорошее Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Мультиплеер, survival, sandbox, adventure... Подождите, это survival, sandbox, adventure? Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, если не брать в расчет то, что выглядит слишком похоже на Don't Starve, конечно... Я бы даже сказал, это не слишком, это прям копия в плане визуала. Ну да, рисовка немного другая, но и Don't Starve выходил 10 лет назад. Ну, в целом прикольно, да, то есть... Строишь базу, коопе, то есть Don't Starve, например, поиграл-поиграл, надоело, и вот все выходит еще один Don't Starve, только со своей какой-то темкой. Ну, нормально в целом, в целом нормально, выглядит неплохо. Про самураев у них что, как называется, про самураев игра. Так, тоже 20, игра была 22-го, павличек, спасибо за 38-й месяц, подписать, спасибо большое. Это тоже 22-й год. Окей. Актуальный геймплей, ничего не записано заранее, не обработано. Какой же нос часа? Выглядит супер отлично, если это без пререндера. Прикольно выглядит, очень прикольно, то есть такой рисовки я не видел ни разу. Ну, надоест, она... Ну, прикольно, блин, короткая игруля, такая, типа, бежишь тут, микроиндюшатина, почему нет? Ну, вот к инди всегда, согласитесь, проще относишься, чем к каким-то большим проектам, да? Типа, выходит игра, она стоит 400 рублей, ты играешь с нее 6 часов, ты не возлагаешь на нее надежь, как на киперпанк, который, естественно, ну, блин, если так подумать, то, конечно, гораздо круче любого инди. Но нет разочарования какого-то, ты смотришь такой, ну, типа, кайф, побегаю, там, спасу какую-то девчонку, порублюсь. Графон какой-то необычный, то есть, да, ну, типа, тут немного мыла еще из-за того, что мы смотрим записи, естественно, но в теории даже будет симпатичнее, выглядит нормально. Боишься стоматологом, ну, как, боюсь, боялся его в детстве, сейчас я не боюсь, я сам к нему просто не еду, лол, вот. Бейонгутэндэвил нет пока инфо никакой. Блин, еще, а помните, как вот бейонгутэдэвил, мы еще старов и рофлили с ильей, в том, в том году, когда еще не было запретных слов, это, блин, сто лет назад было. Потому что я помню, как Илья шутил насчет Бейонгутэнэвил, до сих пор и оптимую эту шутечку. Да. Так, какое-то два трейлера геймплейные и синематические. Рейнбо Сикс Сидж, нет, Рейнбо Сикс Экстрэкшн, не Сидж. Рейнбо Сикс Сидж. спасибо воде силы сильная женщина главный герой сильная женщина начальник сильная женщина и тут тоже приседания игра про женщин какая-то мне 1 окей ты плен номер секью рэнси альтикавтины москве мужик умер в первом и и и и и или они возможно думать что это не мужик но потом они лучше раздемся так нашли нашли подружку ну не уже а вот зачем мы взяли апекс вырубайте стрим срочно это апекс уходим уходим со стрима хочу он стоял все это время ну что это получается что-то похоже на варзи да что-то похожее на отчасти лет может быть да то есть есть какая-то миссия они проходят компании борются зомбачами пвп режим есть нет вот самое важное блин вот я не устаю вот я несколько лет подряд я несколько лет подряд говорил о том что чуваки ну left for dead ну просто здесь игра десятого года насколько же крутая почему нет ни одного аналога адекватного я толдычил это все эти там 5-6 лет чтобы да вот что мы первый раз когда зашел в него и что-то в этом году прорывает уже третья или четвертая игра похоже именно на идея ну прям left for dead удивительно удивительно с диреки к больше всего в этом году жду прохождение у си аш с от тебя спасибо большое рольф спасибо большое house of fascist что-то не слышал так это новая какая-то игра у них был сезонный вент двухлетней давности они решили эту игру сделать ну а чё бы нет на чё бы нет чуваки а вы бы не сделали не стоит в этом сразу видеть какие-то минусы но прикиньте какой-то ивент вот я недавно на ютубе наткнулся на свой видос где я за фортнайте играл за таноса что-то рафлянул вспомнил блин угарно было почему не делать это отдельные какие-то режимами так далее в некоторых игр действительно удачно получается ну можно вспомнить варкрафт и доту чего он сделали один может быть популярнее то и чем сама так мы это фул будем смотреть или чем так они его продают так они его делают они продают чтобы не продавать дать я начало хотя бы гляну то есть выглядит приятно но увидел как перемещается этот персонаж в 3 фпс а смотрите перед перед ним так окей типа ну понятно база rainbow six each инструменты там легкие мобы сильнее мобы понятно все я думаю знаете современному геймеры даже вот скучно смотреть это объяснение понятное дело ну прям все из рейтбусе их сирь да тут то есть это было его ивентом в рейтбусе сирь да что тут все его прицел адрес я прям вижу сам коллиматор прям вообще один в один странные смерти а тут будет пвп то есть потому что пве стелс миссия ну звучит не очень интересно нет то есть отдельная игра где человек просто такой пацаны а пойдемте по в лабораторию зомби проберемся чего он такой ну вот игру смотрите игра вышла я вот купил и вот мы типа идиома цари зомби нас не видит мы проходим без сюжета по сути но какой будет сюжету игры которая вышла из из мода другой игры да или сезонного ивента то есть сюжета не будет лэфадет твой также чем дурак в фадет нет по режима до понял да лэфадет компания имеет огромнейший смысл и кайф как минимум потому что ты уже как бы в эту игру поиграл типа кайфу и ты такой типа пойду просто с пацанами пройду на высокой сложности и так далее плюс надо не стоит забывать что лэфадет выходил в 2010 году в десятом году на мы не насмотрелись на лэфадет еще понимаете мы 10 лет не смотрели на лэфадет в 2010 году и тогда в игру зайти вчетвером и пройти просто было бы ну как-то поприкольнее типа что ли понимаете вот а сейчас есть варди с офигенным на самом деле коопным прохождением там тоже нет пвп режима сейчас тот же лэфадет имеется с прикольным с прикольной сюжеткой вполне там тонна модов то на карт новых так далее вот и сейчас по сути ну что типа ну хотелось быть что-то такой тип и вот вы получите вот это бонус к тому что уже было 10 лет вы получаете вот это а тут выходит как gtfg тфу была игра да вот ну блин ну супер скучно просто типа ну убили они моба а чё если бы если бы они нашумели мы бы прибежали за или чё борзи есть пвп но пока это похоже на копию именно gtfg по всей идее вот такой все блин как легко им было сделать до игру они по сути и сиджа просто пернули не чуваки я не выше игра плохая или еще че-то я скорее выражает свою мысль что мне в это играть будет не интересно прям зародыши то есть прям я вижу просто эту игру насквозь и я в зародыши мне не хочется но не интересно играть но я попробую сто процентов потому что колопные игры в любом случае всегда привлекает уж нормальной компании уже говорю хоть говно жрать ребят поэтому факт согласен помнишь как мы это паха ну вот они проходят проходят весело телу который идет первые убивают течилы сзади там ну мы тоже здесь нашли спайкера зашли сюда почему они не шумят то есть если они пошумят что-то будет правильно посоветуй вкусную газировочку безалкогольным game fuel адреналин конечно же с новым вкусом манга появилась мне скоро привезут на раба вам спасибо большое еще тоже хочу подождите не могу остановиться вот по поводу left for dead а когда вокруг игры уже есть какая-то история уже есть культура по left for dead а проводились турниры даже турниры проводились ты ее иногда хочешь пройти даже в соляного потому что ну когда вокруг игры идет движ все играют есть киберспортивные составляющие ты просто можешь пройтись для того чтобы какие-то фишки задрочить тут путь лучше пройти тут спидраны начали по этой игре проходить еще что-то и так далее то есть как бы уже есть движ вокруг игры она уже интересно потому что например крутая в режиме друг против друга еще и турниры появились еще и что-то то сего плюс она первая по сути такая была крутая игра и линклер не в счет потому что там все-таки немного чуть-чуть другая оказатель фронтаж класс вот а а чисто когда сейчас 2021 выходит по в е ну что будут какие-то человек спидранить что ли команда умрут со скотой все 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 один в один из сидят а и нас заметили о божечки бегу они умирали сюда 1 с одного выстрела а ну неважно у нее есть мина и они все шатаются она понятна человек с геймпадом ноутбук посоветует чуть попозже ну вот он микро босс они такие вау он чаржится я понял надо отбежать а сзади у него слабое место ну не знаю короче ладно ребят рад за тех кому будет во что поиграть поехали дальше на этом сайте есть мини бинго быдло фан где где она есть давай сейчас поглядим выгла фанта сделаем то есть я уже я не знаю чего эти как вы но я посмотрел якобы тоже наигрался если бы они показали дикий экшен где там типа ты ползешь а кто-то в команде противника в это время направляет на тебя зомби например хотя бы пусть он один а вас трое да то есть вы идете вчетвером играть ну блин все равно сетевой уже движок же есть почему не добавить пвп и дальше предлагаешь играть десятилетний колич вместо новых игр бартан из ты лафа декали чем считаешь я не удивлюсь что те эта игра понравится игра мне на здоровье я же тебе не запрещаю я ничего не предлагаю тебе потом если игры делают хуже чем те игры что были 10 лет назад если спустя 10 лет выходит игра в которой половины функционала нет который есть в игре который вышло 10 лет назад ну да я лучше в нее поиграю в то что было 10 назад сорян блин а ты удачи за две с половиной тысячи поиграть в рейнбов сексишь вдвоем убивай зомби металл гир напоминает с несом были на выиграть приколь на самом деле для подожди так копьями даже локации кому-то имеют он не долгер напоминает чуваки еще раз все все давайте оставим точку над и игра прошла котором посмотрели офигительные но не для меня играйте на здоровье базару 0 вы не должны со мной соглашаться я говорю свое мнение вы всегда можете высказать свое мне меня переубеждать не надо пытаться зачем еще с юморком игра блин вот эта игра выглядит сто раз у привлекательнее если честно если честно кто это эпик свитч playstation 4 xbox one на свече еще в такой прыгать ну выглядел прикольно выглядел прикольно название игра металл но я не знаю что значит сразу да прошлая игра по и радуг так он не понял ну ну написано же не он металл гир чуваки просто он металл вы думали что это типа отсылка к металл гиру что ли а почему не а он металл гир тогда я не понял да я не понял кстати блин я могу только знаете что я могу только в чат вот это написать чему игра называется радугой ну потому что рейнбов это радуга то спросил тома кланте у тома кланте видео сколько игр вообще сначала мы выпустим п потом б а потом надо будет докупить еще раз п тогда и поиграйте в своих в пешке ночь она еще надо выпускать игру там со старыми механиками чёрт как вы подойти вот по новым на играть на здоровье вольт лайк не поди большой за 26 подписки спасибо спасибо что так ребят еще можно глянуть где быдло твое прикушен новый трейлер фар край то есть в первом трейлере это был open world fps ко второму трейлеру это стало просто fps это мы смотрели сезон пас дабыдло фанта делится сейчас то есть Я... Я, тоже, я кейн, который не боится, чтобы победить, что он хочет Блин, кстати, наконец-то я хоть один Far Cry прошел Это тест? Дом? И возможность? Тогда я не буду спасти Я воду пью Что происходит вообще в Far Cry? Ай, сыграли, сыграли на своей этой... На безумие, знаешь, что такое безумие, вот сыграли на этой, да? Ну ты, блин, грязный приемчик Far Cry Season Pass Season Pass Season Pass includes the Gold Edition Gold Edition это Far Cry 6 будет и... И типа в него добавят, я так понял, еще старые Far Cry, да? Да, это чем? А, тут будет рогалик В котором можно будет играть за злодеев из старых частей Господи, я бы никогда без объяснения не понял Не понял, но понял, ну, прикольно Не понял, да? Не понял, да? А есть те, кто все Far Cry прошли, чуваки, ждут новые Вот я просто... А какой я прошел Far Cry? Я первый, да, прошел? Вот с этим челленджем-то пытался пройти Блин, как-то я не знаю, вот Выходил пятый, выходил Праймал Вот я имею в виду на своей стримерской карьере, да? Вот когда я стримил, выходил что? Какой Праймал выходил? Far Cry Выходил пятый Far Cry И какой-то еще Я все пропустил, но как-то я не знаю Я даже не видел ни одного стримера, который взял и полностью прошел Far Cry То есть как-то... Ну, не знаю, типа... Я так понимаю, выходит Far Cry и можно... Если хочешь хайпануть, запускать третий, например, и приходить, проходить Третий при мне выходил Ты гонишь, в смысле, третий при мне выходил 2012 год, в смысле, при мне он выходил У вас ушел Ты думаешь, что в 2012 стримил? Да нет, конечно Так Бордо фэнтезийном сеттинге мы видели с факером еще на гейминг-шоу Так А... Через два часа... Через два часа выставка Я на сабне Про вышки было... Это вот я как раз на сабне Far Cry 3 играл Это было на сабне И там, да, там какие-то вышки были И все, я бы не проходил Так же играл Far Cry 1 на сабне, но потом Прошел вот, когда он появился на хпг в ядре Решил пройти его По аватару игра Ну, давайте Я это, я вчера видел это А... Я вчера видела это Мне не очень интересно было, но Давайте глянем До полноты картины Так сказать, вчерашнего Е3 А почему они могут на весь экран сделать? Я тупой Ну, ладно, ребята Наверное, я тупой Гоу бинга Сейчас зайдем, да Сейчас зайдем бинго Нам два часа надо Как с вами провести Я сегодня ничего не хочу играть Хотя вру Я хочу играть, но я не буду сегодня играть Да нет, чесакал Блин Стоп, это на фоллскрин Надо смотреть, блин Сейчас дайте попробую как-то это открыть Unreal Engine 5 я видел Да, я недельку назад еще заболел Unreal Engine 5 круто выглядит Может мне самому игру сделать на стриме Что скажешь насчет самого фильма «Аватар» Ничего, в обычной фильме довольно Не являясь его фанатом А это тоже юбики, да? Прикольно А это тоже юбики, да? Прикольно Да там Cinematic Far Cry Старый уже Блин Game footage Powered by Snowdrop Что-то как-то четко выглядит слишком Даже не верится, если честно Чувствуете Чувствуете, что кто-то хочет нас обмануть Ребят Есть такая мысль Но, блин, вы на 900 Пляха, муха Я на 936 запустил стрим сегодня Надо переподрубить Надо переподрубить Давайте, наверное, сейчас что-ли переподрублю Я забыл сменить Сука С баталл-рояля Но Вы, наверное, не видите Но я вам скажу, что это Как-то Ну, типа Обманом Каким-то попахивает Что-то слишком четкая картинка Да, сейчас я быстренько переподрублю Ребят На FHD